На стыке улиц Краснореченской и Строительной у торгового центра Марина столкнулись грузопассажирская «Газель» и «Минивэн». И финал этой встречи был печальным для обоих участников аварии. Проблем с установлением виновности того или иного водителя не возникло, хоть ситуацию мог оспорить каждый из них. «Газель», которую управлял 30-летний мужчина, двигалась по Краснореченской на выезд из города. Шофер «Тойоты Уиш» ехал навстречу и пытался свернуть налево в жилмассив. По словам владельца грузовика, хозяин иномарки не уступил ему путь в очевидной ситуации. «А ваша скорость какая была?» «40». «40 километров?» «Весь опасный переход». «То есть вы ехали на зеленый, да? Он не мигал?» Слова водителя «Газели» подтвердила запись камеры видеонаблюдения, установленной на магазине у трамвайной остановки. Смена сигналов светофора произошла задолго до столкновения. Обоим участникам инцидента горит зеленый свет. Запись проясняет и причину ошибки 25-летнего шофера иномарки. Перед ним стояла еще одна машина, которая сильно ограничивала ему обзор. Более того, на его пути оказался и еще один автомобиль, мешавший съезду. Виновником столкновения назвали хозяина «Тойоты Уиш». Однако проблемы возникли у шофера отечественной машины. «Газель» попала на арестплощадку, поскольку садиться за руль владелец не имел права. У него нет водительского удостоверения, соответственно, отсутствует и полис ОСАГО. Экскаваторщик купил грузовик год назад в нерабочем состоянии и довел его до ума вместе с приятелями. В аварию он попал по пути от места ремонта, машину чинили на улице Малиновского. Дома он должен был оказаться через минуту. Полицейские заподозрили, что не имеющий прав шофер слегка нетрезв. Однако после прохождения тестов сидевший за рулем «Газели» был полностью реабилитирован. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Кошелева и Андрей Алферов.